Здравствуйте, друзья, всем привет, с вами Никита Делова и сегодня у нас на обзоре гран-при Китая, который прошел на прошлой неделе, а также гран-при Вьетнама, потому что на него обзора по сути дела не было и вкратце я расскажу, что происходило и в той гонке. Вообще сейчас принято решение было монтировать именно вот такие вот ролики с обзорами, а не так как было раньше, когда я в ролике писал квалу, в общем-то квалификации и практики мы сейчас будем тоже проходить на стримах, поэтому приходите, будет весело. А мы поговорим о Вьетнаме, соответственно к этой гонке мы подходили с некоторыми такими не сильно большими ожиданиями, хотя получилось квалифицироваться на 12 месте, я считаю это довольно-таки неплохой результат, но как показывала практика, гоночного темпа у меня не было и рассчитывать на очки я как-то не сильно собирался. Самой большой проблемой был выход на самую длинную прямую, почему-то у соперников он получался очень хорошо, у меня он получался очень плохо и соответственно единственное место для обгона, которое я видел для себя, для нашей машины на этой трассе это конец этой самой длинной прямой. А если ты не можешь выйти на эту самую длинную прямую, то ты соответственно не сможешь обгонять там. По тактике нам компьютер предлагал проехать два отрезка на софте и один на медиуме, ну а если бы мы якобы ехали с тем же износом, как у нас была программа стратегия на гонку, то там был чуть больше расход, не знаю. Мы в общем-то решили стартовать именно по стандартной стратегии soft-soft-medium. На старте гонки, как обычно, самое главное было не всрать старт, не разбить машину и вроде как неплохо я оттолкнулся, что называется, и набрал темп, неплохой был старт, но все равно мы его по сути дела всрали. Изначально мы обошли Сайнца или Норриса, не помню, но в итоге на вот этом вот кольце, которое первое идет сразу же после старта, там где выезд спидлейна, там Сайнц меня таки проходит и на этой самой длинной прямой мы еще проигрываем сражение сзади идущему розовому мерседесу, в котором был Стролл. После чего к этому самому выходу на эту самую длиннющую прямую, на которой, да, там типа есть поворот десятый, который числится, но это одна прямая на ней, она полностью проходится на газ в пол и, как видите, Стролл уезжает. У меня с выходом большая проблема и что делать в гонке здесь я, в общем-то, не знаю. Получилось то, что получилось, в общем-то, Пелетон потихонечку растянулся и наша задача была догонять Строла. Однако, так как Пелетон еще не успел растянуться, мы, соответственно, сумели догнать эту группу на торможении в шпильке, вот в этой, и каким-то образом я промахнулся мимо торможения, немножко поддел там Норриса и каким-то чудом прошел Строла. И в итоге оказался впереди него, на первом круге, по сути дела, отыгранная позиция, попытка еще была потягаться с Норрисом, но в эти эски в конце вдвоем заезжать это очень плохая идея. Еще Стролл пытался сзади сунуться, в общем-то, Норриса пришлось немножко подотпустить. На третьем круге мы сумели подобраться к Норрису и выход на эту самую прямую получился не такой уж и плохой. Соответственно, прожав все кнопочки, обогащеночка, ЕРС и КЛО еще потом у нас появилось в итоге, а у Норриса его не было, мы сумели провести атаку и, собственно, она произошла довольно-таки успешной. На этой прямой вот так вот можно обгонять. Если, правда, на эту самую прямую хорошо выйти, но в данном случае получилось это сделать и поэтому Норрис был пройден. Вообще, забегая вперед, можно сказать, что у Норриса эта гонка не задалась, были у него какие-то проблемы постоянные, именно технические, и в итоге он откатился довольно-таки далеко потом. В итоге. На пятом круге нам удалось приблизиться к паре Сайнс-Перрис. Сайнс активно пытался атаковать Перриса. Сзади Стролл от нас не уезжал, он прошел Норриса и, соответственно, прессинговал нас. Сайнс прошел Перриса прямо перед нами и опять длиннющая прямая, на которой Лэнс Стролл на нас накатывал просто с немыслимой силой. И даже с учетом того, что мы ехали, используя обгонную кнопку, обогащенку, у нас было крыло. Форс Индия все равно, точнее, Рейсинг Пойнт была быстрее, ну, в Слепстриме плюс еще. И на торможении перед шпилькой, когда Сайнс атаковал Перриса в очередной раз, точнее, Перрис пытался по внешне атаковать Сайнса и таким образом отыграл себе позицию. Хотя, не знаю, может быть, я Сайнсу там даже немножко помешал, мне дали предупреждение, Стролл меня прошел. Но очень ненадолго, потому что на следующем же повороте я уже вошел по внутреннему радиусу, может быть, немножко нагло, но позицию мне удалось отобрать обратно. Контратака прошла успешной и, в общем-то, надо как-то стряхивать Строла, тянуться за Сайнсом и я не знаю, что делать. К седьмому же кругу Сайнс уже оказался впереди Перриса и успел отъехать от него из зоны крыла. Более чем на секунду мы сумели подобраться к Перрису, у него нет крыла, мы опять прожимаем все кнопки на этой самой длиннющей прямой и пробуем его пройти. И это, оказывается, сделать проще, чем казалось на первый взгляд это будет, не знаю, Перрис почему-то в этой гонке тоже особо сильно не ехал. Может быть, у него двигатель изношен, может быть, еще что-то, вы это, в общем-то, поймете еще дальше. Но нам удалось отыграть еще одну позицию и дальше мы оказались на десятом месте в погоне за Карлосом Сайнсом. На десятом круге на выходе на эту длинную прямую Карлос Сайнс был очень близко к товарищу Форточкину на Рено. Мы же были довольно-таки далеко в зоне крыла, но все равно не на дистанции атаки, плюс Карлос Сайнс сам там атаковал. Поэтому, скорее всего, он тоже прожал все кнопки на своем Макларене и точно так же на торможении прям перед нами он умудрился обойти Эстабана Акона в борьбе за восьмое место. Нам, в общем-то, надо было тоже и Акона проходить и вообще кого-нибудь проходить. Мы еще кое-как держались в этом темпе. На одиннадцатом круге Сайнс оказался уже довольно-таки далеко от Акона, Акона остался без крыла и у нас была попытка атаки на этой длинной прямой и на Эстабана, но она не увенчалась успехом. Однако, далеко мы от него не отстали и на двенадцатом круге попробовали повторить свою атаку, опять-таки, прожав все кнопочки. До этого мы не все кнопочки прожимали. И удалось обойти, удалось. Акон остался тоже позади, мы выходим на девятую строчку, уже два очка мы везем своей команде, что я считаю очень неплохим результатом. Главное дотянуть до финиша в таком темпе, а лучше еще обойти тех, кто едет впереди. На семнадцатом круге пришла наша пора заезжать в боксы, шины довольно-таки сильно уже износились. У нас была тактика двух питов, у всех остальных, у наших соперников, с кем мы боролись, по сути дела, на этой гонке, была тактика трех питов. И все они заезжали в боксы раньше нас, круга на четыре, соответственно, на свежем комплекте они проехали довольно-таки большую дистанцию и отыграли у нас время. Мы вышли из боксов позади Джовинации и даже позади Переса, тут выход из боксов был очень страшный. Перец с Троллом мы вышли, что самое главное, потому что Тролл один из соперников наших, скажем так. И оказались на тринадцатой позиции после пита, в принципе Джовинации еще, насколько я понимаю, не заезжал, поэтому он нам, ну скажем так, не соперник. А слева припаркован стоял Вальтери Ботос, он сошел в этой гонке, что в принципе было номер на руку, потому что это один из тех, кто занимал позицию и должен был занимать позицию выше, чем мы, то есть больше очков мы могли заработать в этой гонке за счет этого схода. Перес довольно-таки быстро разобрался с Джови, прямо на наших глазах и на этой самой длинной прямой у нас была попытка обогнать Джовинации, в принципе она закончилась вполне себе успешно и попытка атаки на Переса даже одновременно прошла в этом самом повороте. И по внешней стороне мы с ним заборолись, ехали бок о бок еще следующую всю прямую, но следующий поворот был уже направо, скажем так, в правую сторону. Мы оказались на внутреннем радиусе, он был в нашу пользу, поэтому удалось выиграть позицию еще и у Переса на одной прямой, так что вот такой вот по сути дела тройной обгон получился. Перес прошел Джови, потом я прошел Джови, я потом прошел Переса и все это случилось практически на одной прямой. Не знаю, как по мне, так красивые кадры, красивая борьба, если бы я такое видел в реальной гонке, это было бы просто вах, красота. Далее наша задача была нестись за Эстебана Маконом, он был не так быстро на протяжении всей дистанции, плюс у меня были свежие шины, круга на 4 где-то и 5-секундное отставание, которое он себе обеспечил за счет, так сказать, андерката. За 4 круга буквально удалось нам сократить и мы подобрались к Ворточкину на 22-м круге. А далее оставалось просто оставить всю работу Хонде, Хонда Пауэр, Хонда Тащи и все дела. Прожимаем все кнопки, открываем крыло, тут конечно окон кроется, я не знаю, его шатает как бешеного. Он закрывает внутреннюю траекторию и я попытался ее перекрестить, что в принципе каким-то чудом мне удалось сделать. В итоге я лучше вышел на вот эту маленькую прямую, там у нас все равно продолжилась дуэль с оконом, там небольшой контактик даже был. Но в итоге прямо перед эсками мы от него вырвались вперед и я считаю этот обгон очень классным, очень красивым. И мы ренулись в погоню опять-таки за Сайнсом. После 34-го круга мы поехали на наш последний пидстоп, переобувшись на желтые ободки. Сайнс нас в очередной раз за эндеркатил, Рикьярдо был на двух пидстопах, он тоже заезжал раньше. Рикьярдо был впереди на 21 секунду, Сайнс впереди на 15 секунд. Вот кстати Сайнс на красных до этого обошел Рикьярдо, они короче понеслись в космос, мы сумели выехать перед оконом, но отрезок на желтых оказался для нас очень плачевным и здесь уже началась борьба не с соперниками, а с машиной. На тот момент целью основной было догонять Сайнса или хотя бы ехать в его темпе, однако это было очень тяжело, тем более он был на более мягких шинах, то есть мы знали, что он поедет еще на один пидстоп. На желтые, если он после пидстопа выйдет на уже желтых шинах, да на свежих, да на более быстрых у нас уже изношенные будут, но если мы все равно, он выйдет позади нас, то будет возможность побороться с ним за седьмую позицию, хотя видимо выше восьмой, выше потолка прыгнуть нам еще рановато. Но увы, желтые шины более жесткие, очень хреново держали трассу, плюс еще на 20 кругов было топливо залито, то есть это была не супер легкая машина, а я как-то не успел даже попрактиковаться, знаете ли, на желтых шинах. И в итоге в эсках буквально просто с той же самой атакой я пытался заходить в эти самые эски и немножко машину не удержал, коснулся стены и повредил себе правое переднее антикрыло. На следующем же круге, выходя на первую прямую, которая не самая, скажем так, длинная, я не знаю, что со мной нахрен тогда произошло, но я почему-то цепанул стену еще и слева и повредил себе левое переднее антикрыло, оно в принципе еще было живое, но очень сильно чувствовалось, что машина трассу вообще не держит, а нам еще ехать 21 круг и в общем-то это было больно. Да, теперь мы думали о том, как сдерживать окона сзади. К сороковому кругу окон куда-то отвалился, скорее всего он поехал в боксы, потому что он далеко вообще откатился. Мы начали догонять Латифи, уже второй раз проходя его на круг, но второй раз потому что мы заезжали в боксы, а он нет, в общем-то Латифи нас скорее всего проклинал тогда, потому что мы очень часто его обходили. И вообще за эту гонку это было три раза. Если первый раз он пропустил нас более-менее адекватно, то вот во второй раз что-то он не сильно захотел это делать и немножко пнул нас. Слава богу, повреждения это никаких нам не доставило, однако самая большая проблема случилась чуть дальше опять в этих самых сраных эсках. Так как у меня машина была уже подранена, в общем тяжело это было все дело проходить, я опять цепляюсь правой стороной за бетонную стену. И тут уже инженер, который не Денис, а мой гоночный инженер, который в игре, да я езжу с двумя гоночными инженерами, как ни странно, говорит о том, что неплохо было бы заехать на питстоп да поменять крыло, потому что ты его вообще сильно покоцал. Я в общем-то с ним вроде как даже согласился, однако почему-то провтыкал и первый заезд на питлейн, который должен был быть на том круге, в общем-то я тогда не заехал. Мы на самом деле тогда с Денисом еще очень долго думали, заезжать или не заезжать, но темп упал очень сильно, ехать было невозможно. Стролл за круг сократил с нами расстояние до минимума, поэтому мы решили ехать в боксы. За круг до этого кстати латифи заехал, и для сравнения, что темп был настолько низким, он нас сейчас обошел, нам потом пришлось еще раз обходить его на круг. Но заезжали мы вместе со Строллом, так как у меня была замена антикрыла, у меня питстоп был намного больше, чем у него, он соответственно на питлейне нас обошел. О борьбе с Макларенами и Рено речи уже вообще никакой не шло, хотя Норрис почему-то был позади, как я уже говорил, он немножко провалился в этой гонке, видимо у него там с двигателем какие-то неполадки были. Но на выезде из питлейна мы выяснили, что наши соперники на сегодня это Стролл и Перес, но впереди еще был АКО, но до него было слишком далеко, плюс надо было разбираться с Пересом и Строллом. У нас было преимущество по шинам, у нас хоть и не самый свежий софт стоял, потому что я на этом софте поквалифицировался, но все же относительно свежий софт, а они ехали на медиуме. Плюс, как показала практика, в гонке мы немножко быстрее, чем в Форс Индия, в общем-то мы поехали в погоню за ними. За 6 кругов мне удалось к нему приблизиться, сократить расстояние до расстояния атаки, и было самое время, соответственно, Строла-то и атаковать. И разумеется, делали мы это на самой длинной прямой. Выход у меня кое-как более-менее получился, я прожал все кнопочки, у нас было крыло, у Строла не было крыла, и мы, соответственно, ринулись за ним в погоню, и он очень жестко крылся. Это на самом деле очень страшно было ботов обгонять на этой прямой, в общем-то нам удалось его пройти. Однако не все так просто, потому что мы опять-таки атаковали по внешнему радиусу, я немножко промахнулся опять-таки с торможением, плюс слепстрим от Переса. В общем-то Стролл, по сути дела, очень хорошо контратаковал, но на этой самой задней прямой, я не знаю, можно ли это назвать задней прямой, в общем-то от главной прямой она все равно задняя, да. Мы опять-таки были на более выгодной траектории и смогли обойти Строла и ринулись в погоню за Пересом, от которого мы немножко отстали из-за борьбы со Строллом. На 50-м круге Переса я таки достал, однако у нас было принято решение, что мы будем за ним просто ехать, потому что впереди у нас окон Перес, если мы его обгоним, то он обгонит нас на следующем круге, и так может вообще бесконечно долго продолжаться. И мы, в общем-то, решили просто терпеть и 4 круга ехать за ним, а на самом последнем круге самую последнюю атаку провести, дабы она, может быть, будет успешной. Я, в общем-то, на это очень сильно надеялся, подэкономить немножко ресурсы и все такое прочее. Но на 52-м круге Перес ехал, но очень медленно и буквально мешался мне под колесами. И хоть я и старался сильно его не атаковать, но меня сзади атаковал Стролл, поэтому мне пришлось топить, и из-за этого на этой самой длинной прямой, просто тупо обороняясь уже от сзади идущего Стролла, мне пришлось Переса, соответственно-то, и проходить. И опять я промахнулся с торможением на выходе, однако от Стролла мне удалось таки защититься в тот момент. Но Стролл в зеркалах, как мы видим, тоже прошел Переса в этом самом повороте, поэтому теперь нам нужно без крыла защищаться от Стролла. У Стролла, разумеется, был темп, и у него классная машина, он классный двигатель, и напрямую на 53-м круге, когда у меня не было крыла, а у него оно было, плюс наэкономленные ресурсы прожать все кнопки и все такое прочее, Стролл нас проходит. Мы опускаемся на 10-ю строчку, но у нас есть еще целых 2 круга, чтобы как-то попытаться отвоевать эту позицию, 9-ю, хотя я, честно говоря, даже на очки не рассчитывал в этой гонке, но, блин, раз так все пошло, надо Стролла проходить. 54-й круг я проехал, державшись за Строллом, я на 54-м круге не пытался намеренно его атаковать, я оставил атаку на 55-й круг, плюс немножко подэкономил ресурсиков. Ферстаппин уже к тому моменту аж выиграл гонку, именно Ферстаппин, а не Мерседесы, что в принципе в какой-то степени даже радовало, в общем-то, выход на эту самую прямую у нас не очень хорошо получился. И со всеми прожатыми кнопками, и РВС, обогащенка, нам просто вот как-то вот не могли мы добраться до Строла, я пытался туда сунуться по внутреннему радиусу, но нет, не удалось, и в общем-то, на этом я, по сути дела, даже бросил круг, Стролл там отъехал уже вперед, хрен знает насколько, последняя атака была, последняя возможность для атаки была. И знаете, не удалось, не все всегда у нас получается, это гонки, и мы, по сути дела, должны быть довольно десятом местом, в принципе, я думал, все будет намного хуже, а тут вот оно как получилось, гонку сильно провальной я не считаю, если честно, десятое место, и у нас будет одно очко, еще одно очко. Вот такой вот гран-при Вьетнама, в общем-то, можете посмотреть гонку целиком, в правом углу есть подсказочка на эту гонку, она была в прямом эфире, а вообще для тех, кто смотрит все вот это безобразие, ребята, огромнейшая просьба, я понимаю, что вас не так много смотрит, что канал немножко по другой игрушке, но для тех, кто смотрит и посмотрел этот обзор, пожалуйста, черканите какой-нибудь комментарий, чтобы я знал, стоит ли мне упарываться в подобные обзоры, делать ли мне обзор на Китай вместе с квалификацией, интересно ли все это дерьмо смотреть и, может быть, вам что-то понравилось, что-то не понравилось, короче, я хочу от этого ролика максимальный фидбэк от вас, чтобы знать, что исправить, что пойдет, в чем я хорошо что-то сделал, что я сделал плохо и так далее. Соответственно, Ферстаппену занимает первое место, второй Хэмилтон, третий Феттель, Боттас сошел, что ему, в принципе, не поможет в борьбе за чемпионство, они примерно выровнялись сейчас с Хэмом. Рикярдо шестое место, Сайнс седьмое, в общем-то, они улетели вперед, их было не достать. С Аконом побороться можно было бы, если бы нам на пути не попалась Рейсинг Пойнт. Ну а с разовыми Мерседесами мы-то поборолись, Переса прошли, а от Строла не удалось, такое бывает. В личном зачете мы занимаем 12-ю строчку, теперь у нас 5 очков и, по сути дела, наши соперники это Строл, Акон, с Рикярдо побороться я сомневаюсь, с Сайнсом тоже сомневаюсь, с Норрисом я тоже сомневаюсь, а первая шестерка это вообще не наш уровень, скажем так, точнее мы не их уровень. Ну и те, кто снизу по турнирной таблице, с ними тоже можно бороться, то есть Альфа Таури, Альфа Ромео, наш товарищ Ализи, не борются за очки пока, что у него даже нет намека на то, чтобы их получать, поэтому пока в команде одни, но, как я уже говорил, будем приглашать в команду Ранхуна Танга, как только у нас появится такая возможность. На этом у меня, друзья, все, огромное спасибо вам за просмотр, пожалуйста, напишите комментарии какие-нибудь, очень нужен фидбэк. Так, соответственно, Гран-при Китая, обзор я буду делать уже основываясь на ваших комментариях, делать или не делать, или как-то что-то другое менять, ну а на этой неделе у нас будет в прямом эфире квалификация Гран-при Голландии и, соответственно, Гран-при Голландии гонка 100% дистанции, мы тоже с вами поедем. О новостях следите в Дискорде, ВКонтакте, я везде, в общем-то, об этом пишу, но и на самом Ютубе я даже запись буду делать заранее, ориентировочно во вторник вечером и гонка будет в пятницу вечером. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилой, всем всего доброго, пока-пока.